Здравствуйте! С января по сентябрь в среднем все цены на товары и услуги в Пермском крае выросли на 10,9%, сообщает Пермстат. Средняя стоимость литра молока в Прикаме составила 43,33 рубля. 1 кг сахара песка 56,51 рубля. Хлеба и булочных изделий из пшеничной муки 1 и 2 сортов 43,06 рубля. Килограмм картофеля стоит 18,88 рубля. Капуста белокочанная 17,84 рубля за килограмм. Стоимость автомобильного топлива в регионе бензин АИ-92-34,20, 95,37 рубля. Дизельное топливо 34,90 рубля. Пальмовое масло законодатели предлагают приравнять к сигаретам. Депутаты хотят, чтобы сообщение о наличии пальмового масла в продукте занимало не менее 30% упаковки. Ожидается, что мера вступит в силу с 1 января 2016 года. Напомню, пальмовое масло используют для приготовления множества продуктов, в первую очередь потребляемых детьми, в том числе йогуртов, сырков, конфет, печенья. В пояснительной записке депутаты отмечают, что потребительский рынок дестабилизирован массовым производством фальсифицированной и опасной для здоровья продукции, вводящей потребителя в заблуждение относительно состава. Владельцев автомобилей на газе освободят от налогов. Новый законопроект депутатов Госдумы направлен на стимулирование перехода транспорта на газовое топливо в России, сообщают РИА Новости. В пояснительной записке сообщается, что ранее региональным властям было рекомендовано снизить налоговое бремя для автомобилей на газе. На деле только несколько регионов понизили ставку. В Брянской области льготная ставка 10%, в Республике Башкортостан, Чувашской республике в размере 20%. В Пермском крае льгот для владельцев автомобилей на газе нет. Компенсировать потери от отмены налога для транспорта на голубом топливе депутаты предлагают дополнительным дорожным сбором. Так, с 15 ноября планируется ввести обязательный сбор для транспорта свыше одной тонны, который приносит вред автодорогам России. АвтоВАЗ приостановил выпуск популярных марок Renault Logan, Sandero, Nissan Almera и Lada Largus. Об этом сообщил Интерфакс. По словам представителей АвтоВАЗа, причиной остановки стал срыв поставок деталей для боковых зеркал заднего вида. Их осуществляет компания Автокомпонент. Ситуация затронула тысячу машин, поясняет представитель АвтоВАЗа. 600 Sandero, 200 Logan и 200 автомобилей Almera. При этом, почему остановлена сборка Lada Largus, менеджер не пояснил. Когда будет возобновлена работа конвейера, представитель АвтоВАЗа также не сказал. Сумма ущерба подсчитывается. Курс доллара, по данным Центробанка, на 16 октября составляет 62,24 рубля, снизился на 88 копеек. Курс евро упал чуть меньше, на 77 копеек и составляет 71,28 рубля. На этом у меня все. Удачи в делах. Продолжение следует...